Добрый день, меня зовут Жанна Немцова. Обсуждаем экономику еврозоны. Опять еврозона оказалась на грани рецессии и вероятность очередного экономического спада в МВФ оценивают в 40%. Если этот риск реализуется, это уже будет третья рецессия по счету, начиная с 2008 года. В студии находится Тимофей Бордачев, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Тимофей, здравствуйте, спасибо, что пришли. Добрый день. И Ян Янович Милкумов. Ян Янович, здравствуйте, рад вас видеть. Итак, поводом для беспокоенности экономистов и инвесторов стала публикация макроэкономической статистики по Германии. В частности, промышленное производство в августе упало больше, чем ожидалось, на 4%. Таких цифр мы не видели с 2009 года. Также вышла статистика и по экспорту, тут тоже снижение. И экономисты полагают, что у Германии есть все шансы столкнуться с рецессией. Если посмотреть на данные по ВВП за второй квартал, то там было снижение. Если в третьем квартале мы увидим тоже снижение, то это будет означать, по крайней мере, техническую рецессию в Германии. Все подробности в нашем сюжете. Германия стоит на пороге рецессии. Об этом свидетельствует самое сильное падение промышленного производства за 5 лет. Выпуск в августе сократился на 4%, в то время как ожидалось падение только на 1,5%. Такого в Германии не было с 2009 года, когда мировой финансовый кризис нанес удар по ее заводам. Вместе с плохой статистикой по промышленным заказам, которая вышла ранее, это показывает, что крупнейшая экономика еврозоны начинает страдать от ослабления спроса на свой экспорт, вызванный геополитическими проблемами и замедлением китайской экономики. Теперь экономисты не исключают, что Германия может войти в рецессию. Это произойдет, если после падения на 0,2% во втором квартале ВВП страны снова сократится в третьем. По мнению аналитика АНГ Карстена Бржески, эффект от падения промышленного выпуска может смягчить хорошая ситуация на рынке труда и внутренний спрос. Но от рецессии Германия все равно не застрахована. В Коммерцбанке заняли более оптимистичную позицию. Может быть, в третьем квартале будет только стагнация, но не сокращение ВВП. Министерство экономики Германии предупредило, что по промышленному производству за весь третий квартал ожидается слабый результат. Не добавил оптимизма и негативный пересмотр цифр за июль. В последнее время в Германии ухудшились не только данные за предыдущие месяцы, но и опережающие индикаторы – индекс деловой уверенности ИФО и индекс менеджеров по закупкам. Несмотря на все эти мрачные отчеты, главный экономист Юникредит в Германии Андреас Реес призывает не поддаваться панике. По его словам, промышленный выпуск будет слабым, но не провалится в пропасть. Он не видит причин вспоминать слово на букву «Р». Итак, в Европе можно уже с верностью говорить хронический застойник. Как страна не может полностью отправиться от кризиса 2008-2009 годов, такая эпоха позднего Брежнева. Как вы считаете, с чем это связано? С чем структурная проблема Европы? И заметим, в этот раз предметом особой озабоченности стала та страна, которая рассматривалась как наиболее успешно противящаяся последствиям мирового экономического кризиса, проводящая наиболее эффективную экономическую политику и более того, весьма успешно два года назад навязавшая другим странам Европейского Союза свою модель ответа на критику. И вот здесь мы видим причину той ситуации, в которой Европа оказалась сейчас. Это фактически пятилетняя стагнация. В том, что никаких мер системного характера предпринято в рамках борьбы с кризисом не было. Европейские страны Европейского Союза не смогли продвинуться в сторону общей экономической политики. Экономические политики остались на национальном уровне, а все было отдано на откуп, во-первых, Европейскому Центральному Банку, попытки залива деньгами, а во-вторых, на внедрение мер строжайшей экономики по германской модели. Конечно, это позволило... Экономии. Экономии, да. Позволило избежать того, что европейские лидеры боялись политических эффектов от выхода из еврозоны Греции, Ирландии, Италии. Но это заморозило проблему и превратило болезнью в хроническую. Вы согласны, что такая причина структурная, это именно интеграция стран с различным уровнем экономического развития? Вот сейчас отсутствие роста, это именно последствия вот этой широкой интеграции. Нет, Жанна, я не думаю, что то, что мы видим сейчас, последствия именно интеграции стран с разным уровнем развития. То, что мы видим сейчас, это последствия неспособности Европейского Союза договориться на политическом уровне. Неспособности стран выработать общую экономическую политику, которая отвечала бы, учитывала бы особенности регионального развития каждого из участников. Всегда в Европе страны-участники были разного экономического развития. И даже в блистательные 80-е годы была итальянская Сицилия и Голландия, которые отличались друг от друга, как Москва от, к сожалению, Дальнего Востока. Ну, вот, например, Великобритания правильно сделала, что не вошла в Евросоюз, там сейчас... В зону евро, Жанна, в зону евро. В зону евро, извините, конечно же, в зону евро. В Евросоюз, пока еще член Евросоюза. Пока еще, да. Так что я не ошиблась, может быть, я просто предосхищаю события. Мы вернемся через три года к этому. Скажите, пожалуйста, вот ренессанс в Европе возможен или уже все? Центр экономического роста это Азия, это, как говорят в России, в Советском Союзе загнивающая Европа, загнивающий... Загнивающий Запад, только запах очень хороший. Обычно добавляли про себя. Я, в первую очередь, все-таки хотел бы отчасти только возразить Тимофею. Я не думаю, что можно говорить о том, что вообще ничего не было сделано. Так или иначе, какие-то шаги к фискальному союзу в рамках еврозоны все-таки были сделаны. И Германия, действительно, в этом я совершенно согласен, Германия заставила все страны, входящие в еврозону, ввести в свои конституции пункты об ограничении дефицита госбюджета, об ограничении размеров госдолга. Другое дело, что одно дело записать это в конституцию, другое дело реально, так сказать, имплементировать, как у нас сейчас тоже стали модно говорить. Это процесс долгий, длинный и, ну, если говорить в краткосрочном плане, я бы сказал, что главная причина структурная – это ригидность, негибкость рынков труда, результат послевоенной, так сказать, идеи о государстве всеобщего благоденствия, о том, что давайте защитим права трудящихся и сделаем их увольнение крайне сложным. Это то, что сдерживает весь юг Европы, и Италию, и Испанию, и Португалию. И хотя они пытаются реформировать свои рынки труда и сделать более легким увольнение, а, следовательно, более склонными сделать и предпринимателей к тому, чтобы нанимать новую рабочую силу и сбросить хотя бы частично вот этот вот огромный навес армии безработных, который сдерживает и совокупный спрос, и, соответственно, экономический рост, до конца им это сделать не удалось. Ну и плюс к этому есть, конечно, более долгосрочные проблемы, на которые регулярные МВФ и Всемирные банки, все остальные указывают – это стареющее население, вкупе, которое, так сказать, не оказывает того же динамичного спроса, как и гораздо более молодое население в Северной Америке, в частности США. Что касается Ренессанса, ну, вы знаете, я не думаю, что Европа вдруг может опять стать таким локомотивом, мировым локомотивом роста, ну, каким там она была, допустим, там, 100 или 120 лет назад. В это я действительно не верю. Европа – это более-менее зрелые экономики в большинстве своем, хотя и зрелые экономики показывают некие рывки и толчки на основе технологических сдвигов, и Швейцария, которая не входит в Евросоюз, она показывает, как очень зрелая экономика может конкурировать с такой экономикой, как китайская, даже по производству, так сказать, физических предметов. Вот это, кстати, показывает то, что, вы совершенно правильно сказали, что Швейцария не входит в Европейский Союз. Страны Европейского Союза, они, с одной стороны, связаны по рукам и ногам некими возможными общими решениями, а с другой стороны, они не способны договориться между собой по необходимым для прогресса решениям. Это одна из причин. У нас на прямой связи со студией находится Франк Шауф, генеральный директор ассоциации европейского бизнеса. Франк, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему такая длительная стагнация в экономике еврозоны, и вот на этот раз под ударом оказалась Германия? Что пошло, с вашей точки зрения, не так, и насколько серьезен, может быть, экономический спад в Германии и крупнейшей экономике еврозоны? Добрый день. Спасибо за приглашение. Я очень внимательно слышал, что было сказано уже. Там частично, по-моему, конечно, правильные причины были сказаны. Мы видели, что есть разные развития между разными регионами Европейского Союза за последние несколько лет. Конечно, Германия именно под руководством канцера Шрёдера прошла период реформы, которая сейчас, конечно, оказывает позитивный эффект для немецкой экономики, но то же самое это произошло в других странах, в других периодах уже, скажем, в Скандинавии, в Голландии и так далее. Что касается, это не только Германии, конечно, которые экономически сильнее. Тоже, конечно, Франция важный фактор. Что мы видим сейчас с другой стороны, это что южная часть, именно, конечно, Греция, Италия, Испания, Португалия, они слабее развиваются. Но это, наверное, такой вопрос тоже времени. Мы видели, что, конечно, вот инструменты координации, что касается экономики внутри Европейского Союза, они были слабые. Они сейчас, и это, конечно, длительный процесс политический, они сейчас развиваются. И что мы, например, 3-4 года, 5 лет назад не имели, это, например, такой механизм спасения банков, который сейчас существует. Значит, постепенно, конечно, эта ситуация меняется. Что касается, вообще, ослабления роста, я, во-первых, не сказал бы, что это опасно, потому что, конечно, мы видим, что рост замедляется именно в Германии. Но это еще не отрицательный рост. Рост существует. И это, конечно, тоже важно видеть, что, в общем-то, в мире сложная ситуация. И такая экономика, как китайская экономика, растет слабее, чем все хотели бы. И, конечно, что касается геополитических вопросов, значит, кризис в Ближнем Востоке, тоже кризис в Европе, значит, в Украине, это, конечно, плохо для ожидания инвесторов. Скажите, пожалуйста, вот всегда все любят обвинять Германию во всех проблемах, потому что говорят о том, что Германия принимает все, по сути, решения в еврозоне. И статья была одного из обозревателей Financial Times. Там, в частности, сказано о том, что вот это количественное смягчение, оно не даст ни такого эффекта, какой мы наблюдали в США. И нужно фискальное стимулирование, то есть нужно уйти вот от этих жестких ограничений по дефициту бюджета, возможно, какие-то налоговые послабления. Как вы на это смотрите, сможет ли все-таки Евросоюз к этому прийти, и что для этого должно произойти? Многие говорят о том, что именно кризис на Украине и популярность левых партий может привести к смене стратегии. Это возможно? Вы знаете, это уже политический вопрос, я его прокомментировать не хочу. Но дело в том, что, конечно, надо знать и понять, что пока нет координации между странами, что касается экономической политики, тогда, скажем так, кензианская политика не будет работать. И поэтому, конечно, надо постепенно пойти в сторону координации между разными странами. Что мы видим сейчас, что, конечно, в принципе, вот эта ситуация, где есть низкие годовые, это, например, очень хорошо для немецкого бюджета. И, тем не менее, вообще, конечно, немецкая экономика растет. Вот, значит, несмотря на то, что международная ситуация, экономическая ситуация и внутри Европейского Союза, и в зоне сложные, сейчас, конечно, пока ситуация для гармонии не совсем плохая. Скажите, пожалуйста, а какая главная проблема сейчас у европейского бизнеса? Европейского бизнеса в Европе? В Европе, естественно, не в России. В России мы примерно представляем себе. Ну, скажем так, для немецкого или вообще европейского бизнеса, конечно, рост внутри Европейского Союза сложный. Но надо, конечно, тоже иметь в виду, что европейская экономика – это самый большой экономический блок и самый важный блок, что касается экспортов по всему миру. И, наверное, сложнее всего, это, что ожидания, что именно вот развивающие страны стали бы двигателем до роста мировой экономики, не оправдываются. И что мы видели, в принципе, за последние несколько лет, что такие экономики, как США, как Германия, как североевропейские страны, они лучше развивались, чем ожидали. И страны БРИКС именно хуже развивались, как все ожидали. Поэтому, конечно, вот это международное экономическое положение очень сильно отражается на европейскую экономику, так как она очень сильно зависит от экспортов. Спасибо вам большое. Франк Шауф, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса. Тимофей, вам не терпится возразить, я так понимаю, господину Шауфу? Нет, возразить туда особенно нечего, поскольку все было сказано предельно корректно. Единственное, что мы не должны забывать такие вещи, как полное отсутствие интереса европейских правительств и германского правительства, например, к вопросу о спросе. Этот вопрос никак не освещается. Вместе с тем, многие аналитики видят именно в отсутствии спроса, точнее, в отрицательной динамике спроса в странах Европейского Союза. Но не во всех. В Германии все не так плохо. Ну, средний минус 5% за последние 5 лет по Европейскому Союзу, средний суверенный долг 93% до 100%, в Италии 135%. Все же это остается. То есть, болезнь удалось, то, что мы уже говорили, болезнь удалось скрыть. А сейчас видится, в том числе и в том, что сказал германский коллега, некое отсутствие понимания, каковы могут быть стратегические рецепты. Он просто сказал, что это политический вопрос. Да, он опять посетовал на то же самое, на что посетовал я, что нет единой экономической политики. Нет, ну вот пытаются что-то сделать, но я так понимаю, что сейчас критики говорят о том, что политика ЕЦБ, она не дает никаких эффектов, кроме одного. Это надувание пузырей, это огромный рост индексов, который не подкреплен ростом экономики. Это исторические минимумы по ставкам, по обликациям периферийных стран и так далее. Вот, собственно говоря, и все. Аккредитования нет, роста нет, спроса нет и так далее. Потому что, по сути, единственным ответом Европейского Союза на кризис двухлетней давности, на драматические события вокруг Греции, было выдвижение вперед Европейского Центробанка и ставка исключительно на это. То есть, один авианосец пошел вперед без кораблей сопровождения. Вот мы и видим судьбу действия этого авианосца, по сути. Мне кажется, здесь все-таки идея была немножко так более обширна. Главная идея Германии состояла в том, что до тех пор мы можем загасить краткосрочный кризис не керосином, а водой, но угли останутся, поэтому давайте будем искать в причинах. Поэтому давайте для начала заставим все правительства проводить ответственную фискальную бюджетную политику. И давайте заставим их привести в порядок свой бюджет, тогда все остальное подстроится к этому. В этом есть рациональное зерно. Другое дело, что это, как выясняется, требует гораздо больше времени, чем предполагали германские экономисты. И, знаете, несколько лет назад в беседе с, по-моему, британским, если я не ошибаюсь, таким немножко лжелчным обозревателем, по-моему, то ли на Блумберге, то ли на CNBC, его ведущий спросил, ну скажите, а что нужно для того, чтобы Германия изменила свою позицию? На что тот, именно как британец, сказал, знаете, когда в Германии начнет расти безработица, немцы довольно быстро изменят свою позицию, но не раньше этого. Кстати, пока что безработица находится на низких значениях, но вот некоторые говорят об Украине, кстати, господин Шауф об этом сказал, и о том, что рост популярности таких экстремистских, скажем так. Сириза. Про Сиризу говорят, что да, что она станет следующим правительством Греции и так далее. Вы знаете, я не знаю насчет, вот насколько, ну, мы можем просто очень далеко уйти, здесь нужно смотреть по южным странам, их довольно много, на это у нас времени нету. Но, как общее соображение, я рискну высказать именно гипотезу, что вполне возможно геополитические проблемы, которые в этом году, все мы хорошо известны, возникли, и желание Европы уйти от чрезмерной зависимости от того, кого они считали долговременным и надежным партнером по энергоресурсам, от России, создаст тот самый толчок для европейской экономики, который выведет ее вот из нынешнего такого положения ни шатка, ни валка. Два шага вперед, один шаг назад. Вот, пожалуйста, вот ту статистику, которую мы видим по Германии, это в какой-то степени результат такой жесткой политики Германии по отношению к своим партнерам по еврозоне или нет? Сейчас они попали в эту ловушку? В значительной степени да, поскольку сначала они запретили всем тратить деньги, а тут вдруг выясняется, что некому покупать германские товары. Одновременно страны Азии, как мы наблюдаем сейчас тенденции, сами начинают все больше и больше покупать своих товаров, а не завезенных, высокотехнологических товаров, а не завезенных из Европы. Но это отдельный процесс, который, однако, оказывает влияние на ситуацию Европы. Но, действительно, немцы здесь в определенном смысле попали в подготовленную самими же немцами ловушку. Что касается Украины, то я, честно говоря, с определенной осторожностью отнесся к идее о том, что события на Украине и вокруг Украины могут послужить стимулом для Европейского Союза. В первую очередь, потому что сейчас... Симул к изменению жесткой фискальной политики. Об этом речь идет. Да. Понимаете, то, что мы сейчас видим, влияние левых партий, оно стало результатом той политики, которую Германия и Европейский Союз проводят последние годы. То, что сейчас говорят о том, что Европа должна будет больше вовлекаться на Украине, является не больше, чем попыткой Великобритании с газетой Financial Times и Соединенных Штатов Америки заставить Европу платить за американскую геополитику на Украине. За то, что благодаря внешней политике США Украина оказалась разнесена в щепки и не заведена до средневекового состояния. Вот Европа теперь должна за это заплатить, и европейцев пытаются убедить, что это их спасет. Это их совершенно не спасет. Это политическое заявление. Это исключительно политические заявления. Я думаю, что там роль России имеет значение. Я не стал говорить про средневековость Украины в какой-либо большей степени, чем средневековость России в этой связи. Нет, это более отсталая страна. Нет, я не думаю, что это более отсталая страна. А я говорю вам. Поэтому, ну, это вопрос оценок. Я говорю немножко о другом. Я не могу говорить о стране, руководство которой бомбит из тяжелой артиллерии свой собственный народ. Да, вы вспомните Чечню и скажите то же самое о своей стране. Так вот, я говорю немножко о другом. Я говорю о том, что переориентация энергетических потоков может создать в Европе тот самый стимул для строительства инфраструктурных проектов, который даст толчок всему остальным. Спасибо вам большое. Тимофей Бардачев, Франк Шауф, Ян Милкумов, меня зовут Жанна Немцова. Мы обсуждали угрозу рецессии в Германии. Далее на канале РБК главные новости.